Баски, я тут. Всем привет, с вами Елена Баски, и сегодня мы в гостях у прекрасного и замечательного мастера Олега Турянского. Привет, Олег. Привет, Лен. Я сразу хочу заспойлерить. Мне представили тебя, и придется мне это зачитать, значит, такой фразой. Транслятор ценностей человеческого и потустороннего мира, чего так сильно сейчас не хватает. Круто. Сможешь угадать, кто это сказал про тебя? Кто так поэтично говорит? Транслятор. Мне почему-то первое, что приходит в голову, это Макс Титаний. Нет, это не татуировщик. Это человек из твоего прошлого, можно так сказать. Илья Владимирович Пучковский? Нет, не все так основательно. Все проще. Это Кит, с которым ты проработал много лет. Поэтому хочу сразу познакомить людей, кто про тебя ничего не знает. Поэтому начала с этой фразой. Кто, как не люди, которые с нами давно работали, могут про нас лучше сказать. Мы сегодня выбрали тему с тобой. Как довести идею клиента до реализации, собственно, в эскизе сама. Но прежде всего, давай вот начнем сначала. Расскажи, как ты попал в профессию. Я буду краток с биографией, потому что это мне всегда, когда я слушаю интервью с кем-то, я стараюсь этот момент промотать. Мне суть нужна. В общем, все банально. Я работал в видеопрокате, у меня была такая стойка большая, на которой я стоя рисовал. Потому что мне надо было стоять, выдавать кассеты, продавать аудио и так далее. Я стоял, у меня был альбомчик такой, из-за того, что работа скучная, и там по 6-7 часов только выдаешь кассеты, монотонность. Это чтобы эта монотонность не съедала мозг, я разбавлял ее рисованием. И как-то зашли пару спортивных ребят с этими сноубордическими досками. Это была зима, и они увидели мои рисунки, и говорят, чувак, а что ты здесь делаешь? Типа, ты иди колоть с татуировки. У тебя же прям даже вот дизайны похожи, как на тату дизайны. Они, я так думаю, были все татуированы. Ну, вот этот спорт экстремальный, татуировки, как братья-побратимы. И, в общем, они меня просто подтолкали, люди из ВНЕСКО, это не мои друзья, их не знают, просто какие-то клиенты. Они зашли, даже, по-моему, ничего не купили, не взяли, развернулись, ушли. Вот, я меня подтолкнули на эту идею, и я такой подумал, действительно, почему бы и нет, потому что я на этой работе все-таки прозябал. Вот, и я постепенно стал двигаться в этом направлении, довольно-таки быстро нашел работу. То есть, реально меня взяли по объявлению, как говорят. Расскажи, есть еще такая информация, что, возможно, у тебя есть какой-то вымышленный друг, про которого есть куча историй. Называешь ты его исключительно по фамилии, и есть версия, что именно он как-то подтолкнул тебя и был твоим ментором. Вымышленный друг? Ну, все думали, что это вымышленный друг, потому что никто его не видел, ты много про него рассказывал, куча каких-то крутых историй. Сейчас подловишь с моей памяти вымышленный друг. Как версия, он был твоим каким-то ментором, который тебя наталкивал, так сказать, на путь истинный. А, это не друг был, это был мой учитель. Я работал в цветущем подростковом возрасте, я работал в художественном салоне, в художественной мастерской, где, значит, сколачивают подрамники, натягивают холсты, грунтуют, рисуют и все такое. У одного армянина, такого пожилого, это был классический художник с плакатной внешностью, такой, знаешь, у него беретка была, тонкие усики, как у французского шпиона, очки в роговой оправе толстой, вот, и у него постоянно тлеющий бычок был, примой, он только приму курил, вот прям такой, в синем халате, потому что весь заляпан масляной краской. Так вот, этот художник по фамилии Амбарцумян, армянин, он был уряд сталинской премии, он больше скульптор, он и он, в общем, я так, что знаю про скульпторов, то есть, то, что они на художников смотрят весьма презрительно, потому что они работают с объемом, а это сложнее, чем с плоскостью, ну, то есть, как бы, есть такой момент, такая кастовость некая, он был очень строг и поднатаскал он у меня очень хорошо, то есть, у него, за ним не заржавеет, грубым словом, критиковать и так далее, не то, что он меня учил какому-то мастерству, он меня, знаешь, как в школе, вот, в старых китайских фильмах, когда приходит какой-то парень учиться у старика, какой-то сварливый кунг-фу он начинает, иди сначала помой полы, там, покрась забор, там, вот я сначала выполнял такую, мешал краски, пытался натягивать холсты, там, так далее, вот, наверное, он, я просто так не могу на скидку вспомнить, кто еще так мой ментор был, кроме меня, он, как бы, вложил вот в меня определенную часть, немного, но импульс дал к развитию, именно он. Как думаешь, он тебя выдрессировал рисовать по месяцам? Да, да, вот это, вот это точно его, потому что я по своему внутреннему темпераменту достаточно нестабильный и ленивый такой товарищ. Казалось бы. Но вот здесь я могу вот реально, если я засяду рисовать, если никого нет и никто не отвлекает, хорошая музыка и горячий чай рядом, я могу вот с утра до поздней ночи рисовать, 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 отвлекаться только на пописать, на покушать и все, больше, только этим заниматься, это вот его, так сказать. Я просто сделаю пометочку для тех, кто не понял, в чем суть моего вопроса. Олег тот самый мастер, который может рисовать месяцами один эскиз, откладывать его, ну или картину, да, писать, потом подходить, что-то дорисовывать, то есть это вот какая-то, наверное, медитация, да, для тебя. Просто в чем смысл именно в татуировке вот оставлять эскиз на время? Многим мастерам говорят, а, фигня, я сейчас, собственно, вот вы придете, я прям при вас нарисую, и мы все сделаем. Ну, когда про сложные, понятно, дело, что там бесконечность, там, это не вопрос, а именно сложные эскизы, как ты думаешь, ну, стоит все-таки какое-то время откладывать, потому что это те знания, которые лично я почерпнул, потому что я тоже работала в церкви 3000, и у всех было это правило повесить на стену, отойти, там, выпить чай, посмотреть со стороны, в зеркало посмотреть, ну, расскажи, в чем смысл. Слушай, ну, это все, как бы, это все же варьируется от, каждая задача имеет свои индивидуальные особенности. Есть, конечно, есть такие варианты, когда человек приходит и говорит, я хочу там вот такого вот гномика, сидящего на мухомаре, я ему говорю, 10-15 минут, иногда это не 10-15 минут, иногда это на 2 часа там уходит. Ну, то есть есть какие-то проекты, которые ты делаешь одним днем, он утром пришел, и вечером ушел домой полностью готовой татуировкой. А вот то, про что говоришь ты, это, вероятно, имеется в виду более масштабные какие-то вещи, где масса перехлестов, масса элементов, там все должно гармонировать между собой, там одно перетекать, второй, скажем, рукав, да. Вот рукав я никогда не нарисую там, вы приходите, а я вам нарисую, и если это не, опять же-таки, с поправкой, если это очень простой сюжет, скажем, одна рыбина кои, волны и там, как он, там, три цветка. Ну, это, видимо, я тебе переведу, секундочку, потому что ты уже 17 лет занимаешь татуировкой, я этих коев нарисовал. Да, 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 там, я не знаю, левой ногой могу закрытыми глазами нарисовать любую сакуру, в каком угодно ракурсе, потому что я ее больше всех и рисовал. Поэтому у меня, например, пионы и лотосы получаются гораздо хуже, чем сакура, только потому что я выработал на ней десятки, десятки, не знаю, тысяч часов. Поэтому это все, да. Так вот, да, к эскизам большой сложности я отношусь очень щепетильно и никогда с этим не спешу. И, как правило, я всегда свои дедлайны немножко просрачиваю. Творческий процесс. Ну, да, да, то есть у меня нет никогда, почти никогда не получалось так, что я обещал, 1 декабря будет готов, я вам вышлю промежуточные варианты, там, ну, до готовности. Обычно там на 2 недели я точно это сам. Только потому что есть вот, я полезное правило почитал, такое, вот ты же вспомни себе, когда ты рисуешь дизайны, ты чувствуешь внутренне, что тебе 15 минут, и ты закончила. Ну, все, ты уже последний хвостик на птице там дорисовываешь, и у тебя такой раж появляется некий, тебе надо побыстрее, побыстрее там расписаться, сфоткать, выложить и все, пустить в мир, так сказать. И вот я правило такое почитал, когда вы чувствуете вот этот раж, надо отложить карандаш, значит, успокоиться и отойти на него, и забыть какое-то время, вернуться, посмотреть, и свежим обнулившимся взглядом найти ошибки. Вот я вот этот люблю, я люблю бесконечно стирать, поправлять, иногда это даже вот этот перфекционизм вредит, потому что сотрешь, он и раз удачный момент, но тебе он, кажется, не очень удачный, ты его растер, а потом его не можешь воспроизвести, такой думаешь, зачем я это сделал, предыдущий был хуже, где он там, где эти контура, и все. И вот тут встает классический вопрос, айпад в этом плане очень удобен, потому что можешь отмотать, ты рисуешь исключительно руками, не знаю, до сих пор ты рисуешь, да, до сих пор, самое интересное, всем, кто спрашивает, советует, купи айпад, я говорю, у меня моему айпаду про, этой ручки, потому что я сразу все это купил, поддался массовому гипнозу, этому стадному чувству, ему уже там третий год, этому айпаду, я, кстати, не против, вот чтобы, так сказать, карты разложить на стол, я не против, я не топлю за то, что я не уйду войной на тех, кто рисует, рисуйте, как вам удобно, мне удобно просто так, дело только в этом, мне удобно, подконтрольно, потому что я рисую так всю жизнь, а эти айпады появились 3-4 года назад, и знаешь, уже просто ты, ты уже как бы бумага, карандаши, вот это все, это мне нравится, у меня здесь стаканы, там грязь, вот это мне нравится, в этом хаосе, там что-то там, знаешь, делать как-то, действовать, айпад это что-то такое, и потом, знаешь, что самое, наверное, вот если, так сказать, вытянуть из всего этого эссенцию такую, вот что самое, что самое неприятное мне в рисовании digital, то есть у тебя рисунок, дизайн готов, и ты его просто там распечатываешь, и он в распечатанном виде, а у меня вот эти мои калечки, которые висят, я их так люблю, ты знаешь, потому что они живые, там видно, там полет этой, путь линии весь прослеживается, я это рисовал, у меня разнокалиберные лайнеры там и так далее, и я эти все свои дизайны храню, у меня вот несколько тубусов там таких плотных, я не знаю, зачем я это храню, но просто иногда, знаешь, там вскрываешь, найти какой-то старый, и смотришь, что это там 2009-й какой-то все. Думаешь, ничего себе, как я мог, есть у тебя такая? Нет, я сейчас лучше рисую, чем год назад. Это естественно, это было бы плохо, если бы, по-братнему, а бывает, бывает так, что раз что-то случается, ты, наверное, тоже там в инстаграм подписан на каких-то мастеров, понимаешь, да, о чем я? Об этом мы сейчас чуть-чуть попозже эту тему затронем, мне интересно твое мнение. Давай сейчас, раз у нас тема про эскизы пошла, плавно для, немножечко для клиентов, да, расскажем, какой путь от идеи до эскиза все-таки. Вот человек, вот человек захотел татуировку, что, что, как вот с ним общаться, тебе, там, как ему думать? Я думаю, ну, надо начать с простого, прежде всего не стесняться звонить, писать и просто всецело, не всецело, конечно, а довериться, вот вы выбрали, там, нашли портфолио, мастер, который отвечает вашему представлению о прекрасном, например, вот это мое, вот все перекликается. Вы звоните, пишите, здравствуйте, там, Василий, мне очень нравятся ваши работы, ну, давай я буду говорить про себя, вот в моем случае. Здравствуйте, Олег, мне понравились ваши работы, что мне делать? У меня есть какие-то зарубки, какие-то идейки, но не сформировавшиеся до конца. Какие мои действия? Я приглашаю на консультацию, которым некоторые смеются, почему она должна быть платной. Я знаю, что есть платные консультации, которые абсолютно бесплатно. Приезжает человек, я заварю ему кофе, мы усаживаемся за столик, я беру с собой карандаш, бумагу, прошу обнажить область, на которой он хочет нататуировать, щупаю, потому что это тоже важно. Это, кстати, меня один старый татуировщик научил, он говорит, я всегда на консультации трогаю кожу людей. Я понимаю, что ему, например, цветная не подойдет, ну, знаешь, уже такое тонкое видение. Да, или, например, на тебе лучше там трайбл делать, ну, вот такие какие-то нюансы. Я осматриваю, расспрашиваю и все тезисы записываю. Если это какой-то бред, чаще всего это, ну, сам понимаешь, человек, особенно вот этот синдром первой татуировки, в первую татуировку хочется вложить весь свой богатый внутренний мир. Все там, и любовь, и мужество, и отвага, и преданность. Ну, удачу, что ли. Удачу, да, и так далее. И вот если из этого списка я вижу, что визуализировать это нереально, или это будут какие-то, знаешь, эти ЛСДшные триповые картины, что мне не близко совсем, я не люблю этот хаос. Я люблю простую композицию, вот простое, так сказать, высказывание такое. Ну, и, типа, записываю все тезисы, и из этого уже начинаешь что-то выдумывать. Говорю, давайте вот это выкинем, если вы согласны, вот это тоже лишнее. Вот сводим там к какому-то простому сюжету, снимаем мерку, у меня партняжный метр, я как партной все основные точки снимаю, назначаем дедлайн, если мы договариваемся, что в 90% случаев мы как-то совпадаем. Бывают, конечно, люди, которые просто по своему пирамиду тотально недоверчивы. Вот с этим сложно, потому что они, если они на начальном этапе, знаешь, не очень так в сомнении, когда уже там перевел картинку, а когда они спрашивают перед тем, как ты их уколешь, а точно это будет хорошо. Вот это вот здесь заложена мина, он никогда не будет доволен своей работой, потому что у него нет такого. И как вот, кстати, с ними работать? Блин, вот это, кто бы мне сказал, да, кто бы мне сказал, как это может, знаешь, встать надолго головной боли, если человек будет смсить ночью, там, звонить, писать, а вот этот участок там, а если его... Надо было все-таки вот так делать. А про лазерное оленя у вас же делают в студии? Делают. Это больно, кстати. Я бы вот его вывел, да, я бы вывел вот этот моментик и переделал. Ну и вот это nightmare такой теперь вот просто. Вот, поэтому у меня нет ответа на твой вопрос, как с этим быть. Хорошо, а какой совет ты даешь людям перед тем, как они придут на консультацию? Как им подготовиться? А, как подготовиться? Прежде всего, не делайте самую распространенную ошибку, это не гуглите, не печатайте работы именно татуировки чужих, ну, других мастеров. Потому что банально, человек хочет сделать бабочку, он приносит десятки всяких фотографий татуировки бабочки. Гуглите, если это что-то с животным миром связано или растительным, просто фотографии там объектов, там, лотус, настоящая фотография, там, лотуса, или там бабочка, или птица, орел, или это, не надо приносить фотографии татуировок, это неправильно, вот. Ну, словом, потому что они плохие, кстати. Не только, ну, просто потому что они искажены и так далее, все равно это как бы, они будут просто от этого, здесь еще наверняка ты тоже знаешь такую тему, некоторые люди, у которых очень неважно с фантазией, вот они, ну, просто воображение плохо развито, они очень сильно зацеплены за работу, которая им нравится. И если ты делаешь даже лучше, они этого не видят, вот этого, им надо вот было, чтобы как здесь. И поэтому я вот этот момент на начальном этапе постараюсь выводить в сторону, что, типа, не надо приносить, вот. Если вам надо, беркут, загуглите, беркут. А что ты делаешь с людьми, которые приносят тебе фотографии звезд, и говорят, что еще желательно на пляже за 3 километра, и там где-то, где-то на горизонте есть татуировка, говорит, не надо так, и чтобы ты ему не предлагал? А чтобы я не предлагала, он все равно стоит на своем и не сдвигается ни на сантиметрах. И, скорее всего, ему просто нравится ракурс этой модели, которая стоит, ну, или там мужчины накачанного, и он не понимает, то есть он не видит красоту татуировки, он видит красоту тела другого человека. Как с ними, как вот... Ну, я все-таки стараюсь аргументированно отговорить от полностью клонирования этой работы, потому что, во-первых, это же не, ну, татуировка индивидуальная, банальная вещь, скажи, это индивидуальная вещь такая. Это как бы отражение твоих каких-то собственных мыслей. Зачем тебе чье-то чужое на своем же теле воспроизвести? Просто, знаешь, расписаться в свой собственный какой-то, ну, не знаю. Мягенько, как так, да? Ну, не знаю, но лучше так не делать. Лучше все-таки, по моему убеждению, татуировка должна быть в одном единственном экземпляре, на одном человеке. Ну, и плюс вряд ли эта татуировка сделает ваше тело таким же, как у этого качка. То есть вот такой момент, о котором некоторые забывают. Думают, что я сделаю так же, я буду так же петь, как Риана. Смотрите, да, смотрите сравнение фотографий одежды в Алиэкспресс. То же самое. Примерно то же самое. Ну, хорошо. Человек пришел, скачал фотографии Беркута, вот вы сели рисовать. Ты доводишь эскиз до конца, или ты вот действительно делаешь себе список, делаешь какие-то наметки, а уже дома рисуешь? Как вот должно это происходить? А, нет, я снимаю мерки, просто назначая дату дедлайна, когда я буду так более-менее готов. И дома уже у меня вся эта выкрепка есть, я рисую. Естественно, лучше, конечно, скидывать промежуточный вариант, потому что я раньше практиковал такое самоубийственное дело, что я высылаю эскиз один раз, и типа, если вам не нравится, значит, мы не совпали во вкусах. Это неправильно, потому что это все-таки мы сервис, мы предоставляем сервис, сервис должен быть чем полнее, тем лучше. Вот. И поэтому я высылаю промежуточные, просто карандашные, не финальные. И, ну, чтобы посмотреть, я угадываю вообще направление. Если человек зарубит это сразу на карте, мне проще это исправить, стереть это всего лишь карандаш и пересылать заново. Поэтому я несколько, ну, тоже не без фанатизма, не 10-15 всяких правок, ну, там 3-4 разумные правки, это нормально. Но ты сталкивался, наверное, с тем, что некоторые люди в карандаше просто не понимают, как это будет. То есть карандаш-то карандаш, контур, он все-таки по-другому, контраст делать и так далее. Да. Как вот человеку небогатому фантазии, да, Педрить? Это про доверие мастеру все-таки? Это всегда больше про доверие. Конечно, наша задача как-то убедить в том, что это будет в объеме по-другому, потому что некоторые даже финальный дизайн, вот с линиями, я видишь, какие-то основные вещи делаю супер-жирными, чтобы форму всю показать. Даже в этом плане не врубается просто, как будет это в объеме. Вот. И, ну, естественно, не нужно рисовать там на айпеде цветом, чтобы показать цвет, какой будет, потому что он будет другой на коже. То есть не углубляться. Я все-таки думаю, да, больше строится на доверии. И, скажем, языком цифр за 17 лет занятием татуировки у меня было три человека, которые ушли, ну, которым я нарисовал дизайн до конца, и в итоге по каким-то причинам они не стали делать всего лишь три. Я считаю, что это как бы нормальный показатель. Кстати, очень интересную тему ты затронул. Тоже один из тех, кого я опрашивала про тебя, сказал, что ты очень грамотно умеешь расходовать энергию. И, типа, мне бы такое, потому что я очень сильно изматываю, что Олег может как-то так поговорить с человеком, что ему не нужно во время сеанса с ним говорить, чтобы успокаивать. Ты можешь вставить наушники, слушать свою музычку, человек нормально себя чувствует. А для многих вот этот момент именно сеанса надо говорить человека, с человеком его поддерживать и так далее. То есть ты умеешь человека успокоить на этапе подготовки эскиза, на этапе перевода трансфера. В чем секрет? Что за слова используешь? Да нет, просто на самом деле некоторые очень думают совершенно неправильно, что я таким образом как-то, знаешь, дистанцируюсь от человека, я не хочу с ним разговаривать и так далее и тому подобное. Дело совсем не в этом. Просто прежде чем вставить наушники в уши, я обязательно спрашу, а вы не против, потому что если я вижу, что человек пришел, я обычно им говорю так до сеанса, что татуировка в принципе скучная процедура, ничего веселого, забавного, такого нет. Поэтому группу поддержки можете не приводить, потому что они придут, посидят полчаса, начнут ковыряться в айфонах, потом скажут, ну вот зачем это нужно. И поэтому вы запасаетесь сразу каким-то снэками, потому что если больно и ты ешь в процессе, то ты отвлекаешься, и, во-первых, калорий, это же энергозатратно, и калория тебе, так сказать, в организм попадает, в избытки, и вроде как процесс легче переносится. И, во-вторых, если ты будешь слушать аудиокнижку или смотреть сериал в процессе, ты тоже будешь меньше концентрироваться на болевых ощущениях, и время будет быстрее бежать, так же, как и для меня, когда я слушаю аудиокнигу какую-нибудь, я раз взглянул на час и смотрю, полтора часа уже прошло, а вроде только-только приступил. Поэтому для меня это, и потом я не болтун, вернее, я болтун по натуре, но во время работы, я как итальянец, грубо говоря, если я начинаю говорить, я останавливаю процесс работы, я не могу колоть и говорить. То есть я вот и начинаю рассказывать, и вот эту машинку, как этот дирижерский смычок, и начиная рассказывать историю, он платит за часы работы почасовой, поэтому ему вот эти вот веселые истории, я думаю, он не за этим пришел. Но, в принципе, есть такие люди, которые свой вот этот стресс компенсируют тем, что они болтают, им надо, знаешь, да? То есть если он не болтает, ему становится жутко больно. В таких случаях, естественно, я работаю без наушников. Это всегда по договоренности, всегда по обоюдной договоренности. Он смотрит сериал, я слушаю аудиокнигу, и между нами нет такого какой-то холодности, что я с ним не общаюсь. Вообще, как бы я за высший сервис всегда. Потому что мне так удобно, и человеку я так думаю удобно. Ну, никакие проблемы нет. Все по любви. Все, да, по любви. Хорошо. Высший сервис. Было у тебя такое, что человек просит тебя рисовать при нем эскиз? У меня просто была история, я, говорит, хочу, чтобы вы записывали видео, как Лена рисует эскиз для меня. Это немножечко попахивает каким-то. Ну, вот, типа, вот я буду сидеть рядом и контролировать ваш процесс. Ты идешь на такое? Сейчас нет. Было? Было, всякое было. Могу сказать быстро, постараюсь очень быстро, забавно стою еще и в Тату-3000 работал в старых вот этих больших вот этих... Сокольных. Да, да, в Сокольных вот. Не стекляшка, которая огромная. Да, ну естественно, я тебя там первый раз увидела. Вот. Пришла такая красивая, эффектная, высоченная, как Бриджит Нильсин, блондинка. И с ней вот такой вот, как Дэнни Дэвито, вот прям реально, такой мужичок. Мужичок, он решала. Он везде там водички там, тут это все договорился. Она просто, знаешь, в сфере его обслуживания находится. Она стоит, вот все ее интересы вокруг нее, ютится, делает, решает все везде. Ей то водичку, пирожное, то все. И, в общем, я так понял, это будет, ну вот эта комбинация, когда приходит взрослый мужчина и красивая женщина, это вот жди, это вот прям, не знаю, медицируй, жди, что день будет нелегким. Но там он просто переборщил по всем пунктам, этот мужик, он, наверное, долго готовился. Я сначала даже подумал, может, у них где-нибудь там торчит видеокамера, может, пранкеры какие-то, знаешь, типа, вот вывести его из себя или не вывести. То есть, они по портфолио пришли, то есть, не случайно зашли, а есть ли у вас свободный мастер? То есть, они предварительно ознакомились, решили, ну вот этот парень подходит, идите. Ведь они же приняли уже решение, что идти к нему, значит, доверились. Казалось бы. Хотя бы чуть-чуть. Так вот они пришли, значит, он у нее пакет с собой, он достает хирург, начал с того, что покажите ваши перчатки. Я отодвигаю полку, коробка вскрытых перчаток, там торчат черные перчатки, и он говорит, нет, извините, так не пойдет. Достает, значит, из пакета хирургически длинные вот эти перчатки, несколько упаковывают, он говорит, вот, вот эти, вот это действительно стерилизованные, а это осматривать, это не то, вы не можете. Я говорю, ладно, хорошо. Достает альбом, достает карандаши цветные, и все это вот так вот вываливают на стол, и они, значит, если мне не изменяет память, это как раз должна была на пояснице, помнишь, раньше в начале нулевых все кололи, все женщины, это было самое-то хитовое место. В центре должна была быть цветная бабочка, от нее какой-то растительный вьющийся орнамент, ну, классика такая. Вот, значит, у них, более того, было изображение, но оно было черно-белое, и цветное, его просто не существует цветного. Вот, и они хотели то же самое, в линиях оно было, но в цвете. Я им достаю книжку, у меня там энциклопедия бабочек, любые там всякие махаоны, чего угодно, показываю. Выбирайте цветовую гамму, которая вам нравится, я вам ее вот перенесу вот сюда, в эти же. Он говорит, нет, нет, ну вы же должны показать это, как объем будет выглядеть, как желтый переходит в коричневый, вы же покажите нам. Я что-то стал рисовать, и думаю, чем я занимаюсь, просто это какой-то, знаешь, акт унижения. И грубить не надо, это же все-таки клиенты. Я им начинаю объяснять, что то, что вы мне даете, вот эти задания, ну это какой-то, не знаю, это прям первый класс, это азы, супер какие-то азы, и это я сделаю вот так вот на щелчок. Зачем я буду тратить время, просто эта работа займет там, из-за деталировки, там пять часов точно она займет. Давайте приступим. Он такой, нет, мне это самое, вы нарисуете. То есть, в общем, они ушли ждать туда, в фойе на диван, смотреть телевизор. Я, может создаться, я не очень красиво поступил. Я тогда еще только был начинающий, у меня кодекс правильной работы еще не сформировался, не было железобетонного стержня в позвоночнике. Я сказал Наташе, нашему администратору, я говорю, короче, я вот сейчас, а у нас задний ход был, где мы курили, я сейчас собираюсь, и через полчаса начнется апокалипта Мелла Гибсона в кинотеатре. Я пошел кино смотреть, вот, так что, он говорит, ну иди скажи, что ты, что ты не будешь делать. Я говорю, нет, они меня задавили, раздавили полностью, я ничего не смогу им сказать, ты же видишь, что там просто монстры такие. Я просто убегаю, я говорю, это некрасиво, конечно, я говорю, я убегаю. Вот, извинись, скажи ты, 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 короче, я убежал, на следующий день этот мужик, он не успокоился, он позвонил, мне хотел со мной лично поговорить. Я взял трубку и выслушал, и говорю, извините, просто вы, для меня слишком тяжело, я вас не переварю, либо я, это самое, умру, либо убегу, я выбрал убежать. Ну вот, вот такой случай был. Извини, что долго. Это достаточно интересный случай, потому что вопрос, даже назрел следующий, есть определенная каста клиентов, не знаю, как сказать, которые требуют к себе супер особенного отношения. И в связи с тем, что я работаю с жамами, у меня есть клиентки очень там высокопоставленные, не знаю, как правильно даже сказать, и им надо, например, закрывать салон под них, выходить там в 12 ночи, в 9 утра, или еще что-то такое. И когда ты это делаешь, как сказать, просто вот, ну типа надо, это всегда заканчивается плохо. Но когда есть спецусловия, я начала, ну спецусловия для них, то есть если вы хотите, чтобы я под вас выходила в 6 утра, то у нас там какая-то дополнительная оплата за это. Ты пробовал решать такие вопросы, вот, денежные? ты знаешь, я тысячи раз слышал вот такие условия, что люди там приходят с охраной, там по периметру выстраивают пулеметчиков, вот так, ну вот такое. Но у меня как-то бог миловал, такого вот, я на таких людей не нарывался. Я просто к тому, что если бы ты этому, Дэнни Дэвито, сказал, что, дружок, да не вопрос, почасовая оплата я буду красить бесконечно. Я бы сейчас, конечно, бы по-другому себя повел с самого начала. Ну, то есть, это шпаргалочка и для мастеров, и, кстати, для некоторых клиентов, потому что некоторым хочется вот что-то особенного, они просят от мастеров, мастера не понимают, как найти этот подход в плане, ну, начинают беситься, а с другой стороны, ну, как бы у нас реально клиент-мастер отношений, в принципе, это все решается. Все правильно. Я вот с тобой на 100% согласен, языком денег, просто вы хотите доп.услуги, хорошо, они стоят дополнительно, эти доп.услуги. Пожалуйста, вот, если... Какой вызов сантехникой ночью? Да, 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 если он, вот я, типа, в 6 заканчиваю и в 8 только приеду вечера и по 2 мы ночи закончим, по-другому нельзя, я скажу, ну, тогда там дабл-трипл прайс, пожалуйста, почему нет? В общем, так, мы нарисовали эскиз дома, красиво, человек его одобрил, ты переводишь его на тело, и тут человек начинает... А вот давайте вот здесь вот хвостик, вот он вот вниз, а давайте его вверх повернем. Ты знаешь, моя... У меня есть один лайфхак, что ли, можно так назвать, потому что я на начальном этапе настолько их... Это вот само получается, не то, что я какой-нибудь садист, изматываю тем, что им надо ровно, долго стоять, долго я размечаю сначала, все-все, вот реально, и потом по кусочкам, то есть весь этот эскиз, переводилка, она занимает, вот просто перевести, состыковать маркером объекты какие-то несовпавшие там и так далее, где-то что-то перерисовать, где-то подтереть спиртом, нарисовать, со стенсила даже, потому что я им не доверяю, стенсил такая штука, на плоскости одно, на коже там, это где-то занимает час-час двадцать, и вот час двадцать стоять на своих двоих, потому что это же не сидя делаешь, и иной раз даже люди в зеркало не смотрят, они просто, вероятнее всего, они чувствуют, что я за это даже больше обеспокоен, потому что это моя визитная карточка, чем они сами, понимаешь, а и так, да, что это же, господи, а если бы я делал так, знаешь, на от**ть, вот это все, то, конечно, были люди такие, а что он так быстро, а что здесь, даже сам ничего не видит, но ему надо показать, что, надо ему напрячь меня, что он не просто, какой-то послушный официант, а что он клиент, который разбирается в этом вопросе, ну, такого нету, вот такого, ну, как нет, бывает, там, напоришься на контрол фрик, который просто во всех аспектах жизни себя ведет так в кассе, в супермаркете, суперконтролирующий, давайте вам стол накроем, у меня был недавно, мой татуировочный, ну, ничего, так сказать, это все часть игры, если всегда все комфортно, и мягко, и гладко происходит, становится скучно, и неинтересно, ну, ты себя не строишь, приму, которая, типа, я, не надо собой. Не, не строю, раньше строил, когда заносила, когда первые вот эти успехи, первые какие-то призы, это все через это проходит, нормальная, так сказать, часть процесса, да, я у меня был, ну, мне как-то быстро эта спесь прошла, это просто не это наносное было, это не часть моего внутреннего характера, я такой, ну, по натуре, я не такой человек, есть люди, которые вот фигню, как это делают, зато ведут себя, как, знаешь, голубая кровь, белая кость, я не такой, я как бы простой, парень. Ну, что, ну, идешь на контакт. Вот тут сразу несколько интересных тем у нас всплыло, во-первых, ты сказал, да, что ты в тату 3000 работал, я знаю, что ты туда поступил, поступил, как, в школу, в 2004 году, это тот год, когда я начала татуировать, и тогда была эта книга, вот татуировки, в которой Олег Таурянский, вот этот вот, как вот, дракон, этот вообще просто самый заезженный эскиз, один из самых, наверное, заезженных в мире, все его пытались повторить, в определенный момент, в году, наверное, 2006-2007, ты стал суперзвездой, не только в России, но и в мировом. 8-9, может быть, 8-9, но я просто помню этот момент, когда на всю Россию, там было, ну, условно, там, да, ну, не знаю, сколько, 30 хороших мастеров, о которых все знали, говорили, там, какие-то публикации, и так далее. очень мало кому получилось, как сказать, держать уровень все эти годы. Что пошло у этих людей не так, скажи мне? Я не знаю, я за них, это сложно вообще-то сказать, почти что у них там не пошло, похво знает, разные судьбы, разные обстоятельства, разные там вещи могли случиться, но я думаю, что все в итоге-то к простому сводится, вот просто если ты любишь свое дело, ты не можешь просто так его бросить, ты не можешь там, не знаю, вывести в лес и оставить, бросить любимую собаку, например, или еще там, любимую девушку бросить, просто так, это какие-то обстоятельства, не знаю, я просто дело свое люблю, и, конечно, у меня, как у всех, бывает профессиональное выгорание, вот, но, в принципе, те мысли, которые раньше часто, приходили в голову, что может оставить это дурацкое дело, все бросить, и заняться чем-то более таким, менее эмоционально вовлеченным, потому что это вовлекает сильно, а сейчас таких мыслей уже нет, я знаю, что это то, что у меня лучше всего получается делать, я не хочу это ставить, я наоборот хочу развиваться там дальше, больше, и так далее, вот, а я не могу сказать тебе, почему там кто-то там сошел, кто-то повесил свои шпоры на стену, там ушел из бизнеса, вероятно, это просто, они там случайно, я тоже случайно там оказался, но просто как бы, не знаю, не прикипели, не полюбили. которые, ладно, не ушли из бизнеса, просто, ну, как бы меня было в комментариях, что вот, типа, все мастера, кто делает интервью, берут у одних и тех же, я для себя выбрала временную, так сказать, такую линию, что я сначала беру старых мастеров и постепенно перехожу к новым, и вот к вопросу о старых, все, кто гремел раньше тогда, они, может быть, и остались в профессии, но уровень, он почему-то стал падать, то есть, он даже не остался на уровне, очень у многих, они начали вот эти галлюциногенные, как ты сказал, штуки делать, либо какой-то, ну, то есть, как будто практика с кожи не растет, а наоборот, они в каких-то своих, может быть, какой-то совет ты дашь для людей, кто сейчас начинает, кто сейчас на пике, и чтобы они все-таки не сбавляли свои обороты. Лен, мне кажется, я знаю, почему так происходит, когда типа маэстро исписывается, ну, ты об этом говоришь, да, вот что, типа, раньше делал так хорошо, а сейчас, наоборот, время прошло, куда все эти, ну, где результат прожитых творческих лет, развития и так далее, просто, мне кажется, пресловутая вот эта финансовая стабильность, вот, если человек работает, у него есть своя база, там, клиентская, у него есть стабильный заработок, он знает, что он через три месяца будет колоть в этот день, потому что у него уэйтинг-лист большой, и это все приедается, и, мне кажется, ты просто работаешь, я не знаю, может быть, не так, но ты работаешь, просто вот зарабатываешь бабки, и тебе остальное все меньше начинает интересовать, тебя не интересует творчество как таковое, у тебя деньги есть, и другие интересы, потому что деньги дают возможность их куда-то, ну, отвлекаться на что-то другое, вот там, я, например, там, на яхте хочу покататься, или там, еще что-то, конечно, это идет в ущерб качеству работы, отвлеченность от работы как таковой, мне, как бы, наоборот, я всегда это самое, в любых своих эскизах нахожу какие-то минусы, которые надо будет в следующем разом исправить, и так далее. Врожденный перфекционизм? Ну, вот в этом, да, во всем остальном я раздолбай, в этом, да. А как ты восполняешься? Как не исписываться? Есть у тебя какой-то ресурс, Просто все очень просто, вот если я чувствую, что я так заработался, и мне начинает это надоедать, не хочется отвечать на письма, раздражает звонки, смски от клиентов, я такое чувствую, что ага, вот звоночек, все бросаю, и куда-нибудь в отпуск, просто обнулиться, знаешь, переключить вот этот вот тумблер в голове, и вот это простой, но всегда работающий, эффективный способ, съездить куда-нибудь за границу. Ты же еще ходишь много? Хайкинг? Да, 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 съездить, не рисовать, не отвечать на письма, выключить этот айфон, там, и так далее, вообще просто, знаешь, забыть, что ты, как бы, кто твоя профессия, и как зовут твою маму, вот прям совсем уже, подключиться полностью, и это помогает, потом ты приходишь, прилетаешь домой, уже руки потираешь, понедельник на работу, Никит ко мне придет, я ему спину делаю, круто, такой голод появляется, ты его, как бы, накопил, соскучился, да, если, если вот, не знаю, если вот сидеть постоянно в городе, и только делать, что работать, брать выходные, смотреть сериалы, то ты так, ты так, вот я бы точно и списался, если бы я это не делал, мне бы это самое, быстро бы надоело. Прям не могу, у меня темы возникают в процессе, еще две параллели, значит, первое, по поводу алчности, очень многие обвиняют тату-мастеров, в том, что мы алчные скотины, вот, в шахте люди сидят, умирают, а мы тут, понимаешь, сидим творчески, и берем какие-то деньги, просто ты сказал такую фразу, что многие работают ради бабок, как разделить, я не знаю, даже это вопрос для клиентов или для мастеров, потому что я много вижу людей, то есть для меня иногда алчный мастер, это кто делает все подряд за три копейки, нежели человек, который берет большую сумму и делает одну качественную работу, как вот. Ну, вот сравнение, я тоже слышал такое сравнение, я считаю его некорректным, когда сравнивают с какими-то работягами, там, пекарями, строителями, дворниками и так далее, все-таки мы в этой профессии только потому, что у нас есть какой-никакой, у всех разная степень каждого рования, ну, талант, да, наш сервис, это в уникальном продукте, мало кто, вот, возьми этот дом, выведи людей, и опроси, кто может из вас рисовать, из 50 может один там кошку нарисовать, то есть мы занимаемся таким делом, которое, в принципе, не каждому дано, тем более, кожа это сложнейший материал, тебе не холст, не лен, там, и так далее, это надо очень долго, кропотливо учиться, на нем воспроизводить что-то красивое, поэтому это должно стоить дорого, это не должно стоить дорого, только хотя бы потому, что это уникальный продукт, вот, это мое такое мнение, что немного некорректно сравнивать нас с какими-то такими обычными профессиями, а, да, я с тобой полностью согласен, люди, которые, как на нашем сленге, пылесос, я не знаю, как сейчас их называют, пылесосами мы их называли, которые делают вот все подряд, и трибл, и надписи, и портреты, и Японию, и все такое, и вот это люди алчные, потому что они, они в профессии, внутри профессии, ради денег, а не ради какого-то, знаешь, само развития в плане творческого, вот, поэтому, да, я согласен, хотя вот маленькую пометочку скажу, я думаю, ты и я в первое время делал все, просто для того, чтобы практику себе наработать, потом уже постепенно, конечно, чтобы у тебя привыклся к инструментам, комментаторам просто ответ, что на самом деле, просто вопрос в том, что если ты не через 10 лет, делаешь только проходняк, только по готовым, и задал татуировки, этим скетча, ну, как бы, это странно, ну, так тоже, понимаешь, тут тоже с нюансами, конечно, нельзя требовать от каждого мастера, чтобы он спустя 10 лет, становился каким-то величиной, там, Леонардо да Винчи от татуировки, есть просто люди, у которых вот степень дарования, она, вот, имеет ограниченность, и он дальше, просто выше головы не прыгнет, вот я знаю таких людей, хорошие ребята, очень качественно делают, но выше не растут никак, вот они достигли своего пика, своего предела какого-то, и в нем работают, и у них своя есть клиентская база, она достаточно скудная, потому что их татуировки уже не актуальны совсем, вот, вот я бы не хотел, они стараются делать индивидуально, они стараются делать, да, они вот честно говорят, например, я это не сделаю, я вот, вот, это за это отдельный респект, спасибо тем, кто так говорит, не берет на себя, вот, есть вот, да, такие люди, я их тоже уважаю, как бы, хорошо, давай еще немножечко про финансы, у нас пошла тема, ты сказал такую фразу, финансовая стабильность, есть определенная, да, для людей это не расслабляет, когда-то давно, вот когда я в 2004 году, ты был уже крутой, а я, наверное, в 2006 приходила в Тату 3000 со своим маленьким портфолио, пыталась туда сунуться, много раз, там, только в 2008 я туда попала, вот, действительно была настолько, сеть, тогда уже, наверное, можно было назвать, было два салона, дверь не закрывалась, да, ты об этом говорил, я когда пришла вот на 2008, мы сидели в зале, я там 8 мужиков, и там заходил Айрат, тот же говорил там, ну, что, кто это пойдет делать, и все-таки, ой, я не хочу, мне лень, там, типа, уже такие все, там, чуть ли не это, рэп, шубы, вот эти золотые купальники, все как далее, ну, и потом куда-то все это исчезло, эти мастера, те, кто остался на рынке, они все еще продолжают думать, что люди должны вот так вот идти к ним толпами, они не принимают тот закон игры, который сейчас уже сформировался, что надо вести инстаграм, надо самим шевелить жопками, потому что, понятное дело, что салон салоном, на личность тоже идут, но для того, чтобы люди увидели твою личность, тебе надо себя как-то показывать, это не как тогда вот было 30 человек, и все друг друга знали, сейчас гигантское количество, очень хороших, реально молодых мастеров, которые, вот он только взял машинку, он уже через год офигенно колет, что вот, что мешает двигаться этим мастерам, может быть, они тоже нас посмотрят, и как-то тебя, как старого мастера послушают, и ты-то сохраняешь, у тебя инстаграм, я знаю, что девушка твоя занимается, да, твоим инстаграм, может быть, стоит нанимать каких-то людей, хотя вот я, ну, у нас был опыт, мы пытались для салона нанимать, но не врубают они, просто катастрофически. Я тоже слышал, что это достаточно сложно найти правильного человека, который бы понимал эти нюансы, потому что иначе, если так, не профессионалу дать, инстаграм, то в какой-то, в пошлятину превратиться. Я к тому, что верна ли мысль, что, мысль вот этих некоторых мастеров, кто считает, что человек сам должен попку порвать, но найти, неважно, где там, не знаю, из-под камня вытащить мастера. Нет, 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 слава богу, что я даже давно так не считал, хотя вокруг многие люди культивировали именно вот такой вот подход. Как-то внутренне, я не то, что я там, знаешь, что-то, я внутренне чувствовал, что здесь какая-то фигня, вот то, что так нельзя, это неправильно, так не делается. А потом, когда я еще вот первый там объездил геспоты какие-то, там высунулся за границу, там познакомил, посмотрел, как люди общаются, как делают, я просто нашел прямое подтверждение правоты своего мнения, что это наша вот эта заносчивость, вот эта наша русская, что вот типа, вот я там такой-то, докажите, что я вам, заслужите татуировку от меня, вот это все это. Это, кстати, очень, да, любимая фраза. Все это, да, все это фигня полная, вот, а то, что они не перестраиваются, ну, мне кажется, это тоже такое, знаешь, табуированное сознание старое, вот когда был успех, он был, он выглядел вот так, сейчас времена изменились, условия и правила игры изменились, а сознание все тоже, почему там это, и поэтому и злость, вот смотришь, как они там огрызаются в инстаграме, друг на друга, или там на каких-то молодых, успешных, и понимаешь просто, откуда ноги растут, что это, ну, как-то надо держать все-таки руку на пульсе времени, хотя это тяжеловато, я все знаю, и вот если бы у меня Наташа не занималась, я бы инстаграмом активно бы, ну, просто это не в сфере моих интересов, это точно вот это все, все это видео, хотя я понимаю, что без этого вообще никуда сейчас. Ну, в 2000, это почти в 2020 году, я тоже не собиралась YouTube-то заводить, так вышло, просто, не, у тебя клевая получается, что ли? спасибо, мы стараемся. Помнишь, я как-то, мы были на конвенции, я у тебя видела брошь с ботыльком, ну, может, ты не помнишь, первое, что я спросила, откуда брошь, второе, что я тут же загуглила, заказала эту брошь, теперь я самая счастливая, молодая лица, да, это брошь, просто про твой внешний вид, ты всегда стайловый. Стараюсь. Да, тоже мнение расходится, кто-то говорит, что ты сам, кто-то говорит, что женщины тебе помогают. они оборудили. Слушай, ну, если честно, так, по-простому, я люблю прикинуться, я люблю прикинуться, я люблю хорошо одеться и повыпенываться, вот и все. Вопрос. Многие мастера, ну, считают, ну, как бы считают, они выглядят как-то неопрятно, их вправо, там, да, как угодно, там, джинсы в краске, ботинки в краске, даже не то, что в краске, поэтому все в краске всегда, а какие-то раздолбанные, расхлябанные, оделся, что выпало из шкафа, у меня тоже такое бывает, безусловно, но если я куда-то иду, я стараюсь там как-то выглядеть хорошо, потому что я считаю, что мой, мой, это мое представление о прекрасном, которое отображается и в том числе в моих тетровках, там, в картинах, там, и так далее. Считаешь ли ты, что нужно на внешность обращать нас? Конечно, конечно, конечно. Если ты пришел, там сидит какой-то суперталантливый грязнулька, у которого там на бороде пицца, желтая, белая майка, вернее, желтая майка, которая должна быть белой, что это такое, там, волосы вот здесь вот торчат, ну, я не знаю, я не захочу делать у такого человека татуировку, все-таки это, это, ну, должно быть приятно пахнуть, каким-нибудь тонким парфюмом, там, у человека должны быть подстыжены ногти, ну, банальные вещи, просто, ты же, непосредственно занимаешься телом, да, ты должен быть сам ухоженный, это же, как бы, такая услуга-то такая, практически интимная, да, поэтому тут не допускается каких-то, знаешь, вот этих, какого-то непростительного к себе отношения в плане гигиены. Ну, знаешь, есть даже такое выражение, там, да, беспорядок в доме, беспорядок в душе. Есть в этом доля, правда, наверное. Вот если ты так посмотришь, на всех вот этих топчиков мировых, да, там, в основном, там, иностранцы, они все всегда, они все всегда с иголочки одеты, все вот эти талантливые мастера, может быть, есть какие-то исключения, но они, они всегда все опрятные, одеты, у них все самое дорогое, красивое, лучшее по оборудованию, по организации, там, и так далее. Просто люди любят свою работу, вкладывают в это деньги большие, в, ну, вот, как-то так. Ты в своих работах очень много используешь всяких сказочных таких персонажей, в принципе, наверное, тоже тебе диферамбу парю, парю, пою. Ты меня поразил, вот тогда, когда, помнишь, была, может быть, не знаю, помнишь, может, работа, часы, там, с какими-то тоже гномиками, это вот то, что я прям помню до сих пор, я помню, я как-то шла через несколько лет вообще в манежке, смотрю такая, ну, то есть это то, что обращать внимание, то, что не забывается, и то, что в те времена никто не делал. Чем ты вдохновляешься, откуда ты их берешь? Я, как фанат сказок, братьев, грим, и вообще любых сказок, просто трепещу от всего этого, поэтому хочу украсть у тебя твои источники. Это все с детства идет, все же с детства, да, все наши там какие-то представления закладываются в детстве. Вот я в детстве любил сказки там читать, слушать, смотреть по телевизору и так далее. Как-то это все. Ну и потом, мне интересно рисовать персонажей, которые нет в жизни, выдумывать их, то есть создавать, то есть там, раз, вот как, создаешь какой-то образ, которого нет, из головы берешь. Вот этот процесс сам, он будоражит, это интересно. Мне неинтересно сеять, вот как мама говорит, а что ты рисуешь этих чертей? Нарисуй, возьми, выйди куда-нибудь на электричке, планер, нарисуй там какую-нибудь эту поляну русскую, березу, там, речка вьется, там, змейка. Я говорю, а мне это неинтересно. Ну, правда, неинтересно. Я понимаю задачи, что нужно точно цвета передать, там, время суток и все такое. Я понимаю задачи, которые поставлены передать. Но мне как-то интереснее вот этих чертей носатых, глазастых, когтях. Но они у тебя все очень добрые. Ну, как всегда. Как ты умеешь передать? Это внутреннее ощущение. Потому что от некоторых, ну, кстати, это к вопросу об энергетике татуировок. Я в это верю. Иногда смотришь на, как бы, человек такой какой-то мрачный, татуировки у него мрачные, а у тебя вроде ты иногда мрачные темы рисуешь, но они такие все добрые, такие какие-то пухленькие, хорошенькие. У меня, да, у меня почему-то жесть не получается. Я когда увлекался творчеством полу-бута, был у меня такой период, я, значит, пересел, с Павла Ангела на полу-бута, условно, и какое-то время только за ним наблюдал. Мне нравилось, как он располагает, а тогда это были, так сказать, такие масштабы, которые делал он, это было такое ноу-хау в татуировке. У нас же все байкеры вот такие черепа делали, а он вот такой вот делал. Вот. И я пытался рисовать вот эту всю жесть и чернуху, у меня были несколько, немного, несколько скетчей, но у меня не получается. Я рисую какого-нибудь черепа, он у меня чуть не улыбается, такой, знаешь. Ну, как-то у меня вот эта жесть, она вот не выходит из меня, я не знаю. Не потому, что такой, знаешь, супер какой-то позитивный там и так далее, просто это не, вероятно, это настолько не мое, что мне это не удается, даже если я, наверное, буду срисовывать, у меня все равно будет как-то гусиные лапки такие веселые появятся, вместо взрывых. то есть это тоже получается к вопросу о выборе мастера, наверное, да? Ну, да, да. Подбирать как-то по вот этому исполнению, потому что, как у меня не просят квадратиши, у меня все равно кругляши получат. Рука у меня идет вот этими линиями, ничего я не могу с этим поделать. Вот, кстати, да, тоже, если я, мне очень нравится твой дизайн, мне нравятся вообще любые линейные работы, мне очень нравится, как ты делаешь, настолько ровно, все параллельно, все это органично между собой, как мелкие и скрупные. Спасибо, я прям туда иногда углубляюсь, думаю, как же вынырнуть-то? Я подписан на ряд людей, которые делают вот такие графические вещи, но я понимаю, что я сам вообще вот это не могу, у меня просто не так выстроены как-то вот эти шкала в голове, я не смогу это сделать. Как ты-то? Я знаю, у тебя новая татуировка от Титаник. Четырех, гусиные, начал, но не закончил. Что я? Как ты вообще решаешь, какие татуировки себе делать? Почему Полинайзия? Почему Титаник? Очень просто, чтобы было, это после Бали, это всех торкает. Ты была? Конечно, вот буквально месяц торкнула, да. Что-то там, какие-то молекулы есть в воздухе, прям ты как-то это самый, торкает. Вот меня торкнуло, я до этого везде во многих азиатских странах был, что-то как-то, ну, да, хорошие фрукты, кухня, и все. На Бали меня прям торкнуло вот это все. Там же идешь, и 10 метров проходишь, 4 храма стоят, да, за эти 10 метров. это мне прям, я чуть инфаркт, я буду, остановитесь, я буду все фоткать. А я была с двумя мужчинами, которые все время жалорко, и они мне не давали останавливаться. И вот я фоткал, 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 и у меня давно была идея какой-то торк сделать, что-то туда на шею выходило, там, ну, какие-то такие вещи. И с сюжетом я все думал, что мне интересно, там, римляне какие-то, нет, какие-то славянские тоже, а Индонезия, она далеко, как бы, и просто, грубо говоря, это красиво. Вот эти элементы их все, из которых состоят вот эти дизайны, это мне очень нравится, вот эта плавность линий, вот эти язычки пламени, вот эти круглые выпученные глаза, зубы такие вот закрученные, как у мамонтов бивни. Вот эта вся эстетика мне очень нравится. И я разработал сам себе этот дизайн и попросил любезно Макса Титаника его воспроизвести. То есть это не за шквар? Самому себе? Самому себе, чтобы какой-то хороший мастер сделал. То есть это по-братски, наверное. По-братски. Он просто понял меня. Он не стал говорить, что я просто убедил его в том, что я хочу именно это. И потом, он не очень это делает. Он делает Японию такую каноничную, но он не очень, а я тут просто очень много перецола рисовал. И могу сказать для себя, конечно, это геморрой. К концу создания дизайна ты не понимаешь, что ты сделал, хорошо или плохо. Просто настолько у тебя замылен уже глаз. И себе это как-то по-другому. это неправильный ход. Но в принципе я доволен. Я видела, смотрится круто. Что ты можешь сказать вообще по поводу братства татуировщиков? Ты веришь в то, что татуировщики дружные ребята? Ну когда пьяные на конвенции встречаются, да, дружные. Да нет, почему, да, есть, я сам почему дружу со многими татуировщиками, есть, но это, мне кажется, гораздо реже, чем ненависть, это простая эмоция, как сказать, ненавидеть просто, это ты любить научись, да, а ненавидеть просто. Поэтому все другие, это еще такая же творческая среда, она всегда во всех сферах, там, в кинематографе, в театре, в музыке, всегда это вот этот зависть там, больше подписчиков, у меня меньше, этот лучше колет портрет, а я хуже, ну вот эти все вещи. Все же в разных стилях работают, все разные люди, меня просто это сюда удивляло. Ну все равно находятся какие-то точки ненавистей. Ну вообще, вот если к первой части вопроса, да, братство татуировщиков, я верю, вот, и у меня был период, когда вот в Мэтт Фиш, это, например, я считаю, это была творческая лаборатория, там вот так получилось, что под одной крышей столько ребят с энергией, с талантом собрались, и вот там вот, да, был такой вот период, и в Тату 3000 был такой период на ВДНХ, когда Гримм, Старков, Речной фан, Сенсей, Паштет, все, это же было что-то, нечто, мы только и делали, что вот улучшали свои знания, там как, знаешь, как тренировочная база какая-то, сейчас, сейчас такого нет, я вот не говорю, что там на меня надо приходить и смотреть, но просто это вообще исчезло из общей вот среды, вот это вот желание, помогать друг другу как-то расти, да, да, как-то вот более честно общаться, потому что я, например, работаю здесь, делаю какую-то там интересную, вот правда работу, и очень редко кто подходит, и просто смотрит, и спрашивает, хотя ребята, в основном, начинающие все, ну как-то это не надо, что-то изменилось, мне раньше вот, знаешь, на конвенцию поехать, и заглянуть через плечо там, как он Тернандосу, посмотреть просто, как он держит машинку, как натягивает кожу, какие-то такие вещи, как у него, почти стоят, какое последовательство, краска там разлита. Инстаграм, видимо, сейчас все смотрят. Ну, наверное, да. Ну, ты мне такое сейчас интересное, тоже воспоминание, я когда первый день в трех тысячах работала, пришел фан, встал сзади, начал смотреть, у меня чуть сердце не остановилось, они по очереди подходили, все молчали и уходили, я думала, ну все просто, это катастрофа, ну, в общем, это просто, понятно, был какой-то некий Степ, но всегда старые мастера подходили к новичкам, новые подходили к старым, это было такое... Более участие, с участием, например, вот, нет, если бы я работал, вот, с поправкой, если бы я работал в своем старом коллективе, те же правила взаимодействия, они бы остались прежними, вот, если бы я, снова мы стали работать, я, там, сенсей, паштет и так далее, все, все те же, все на старые рельсы бы встало, я думаю так. И вот вопрос, я проработала в трех тысячах 9 лет, ты проработал там лет 10, да, по-моему, сколько? ну, в общем, был период, когда все очень долго сидели на одном месте, потом начался кочевание, в одном салоне, я не говорю там про тебя, я так в итоге, просто вот свой открыла и все, я просто такой человек, очень консервативный, мне надо, чтобы все стабильно было, кто-то работает по 3 месяца в разных салонах, и как раз они говорят о том, что мне надоедает, я вот хочу, меня здесь не принимают, я хочу в новый салон, приходит в новый салон, там тоже что-то у них не принимается, в общем, они качуют, нужно ли это тату-мастеру, лучше сидеть на месте, потому что иногда, лично мне кажется, быстренько поделюсь, что чтобы выработать свою клиентскую базу, иногда просто надо остановиться, и просто заниматься делом, не переездами заниматься, а просто заниматься татуировкой, согласен, ну, ты знаешь, и любой опыт и полезен, когда-то я считал, что то место, которое нас сильно затягивает, от него надо избавляться, это как-то, это неправильно, у всего есть срок годности, у любого там продукта, вот, тоже нахождение в студии, оно тоже может быть агромат, а сейчас я так не считаю, ну, все как-то с возрастом пересматриваешь, меняется, сейчас я наоборот, люблю пустить корни, каждая полочка мне знакома, каждая трещинка понятна, я здесь с закрытыми глазами могу оперировать, все знаю, где что лежит, и когда вот нарушается этот порядок вещей, тебе надо куда-то сумку или куда-то там перескакивать, то сейчас это некомфортно, в 20-25 лет мне вообще вопрос не стоял, я бы взял бы сумку и пошел, а сейчас как-то вот, возраст хочешь сказать, да, из песни слов не выкинешь, ты же меняешься, это забавно быть, иметь такое же мышление и сознание, или поток мыслей в 40 лет, такой же, как у тебя был в 20, это как-то неправильно, человек, который не меняется, дурак, мне кажется, просто, ну, про перемены в сознании, есть такие мастера, которые специализируются на одном предмете, например, он делает только пионы, он делает просто лучше всех в мире эти пионы, но он только делает их, я когда рисую, вот даже вот эти мои там узоры и так далее, мне постоянно надоедает, я ищу новые решения, я не могу, короче, мне надо что-то добавлять, прибавлять, я не представляю, как можно оставаться на уровне, но кто-то себя чувствует очень комфортно, вот как тебе? Вот это самое, да, вот в Америке, когда я работал, у нас один парень, он был специалистом по черепам, такой мексиканец, он каждый день приходил, делал новый череп, разные ракурсы, у него там были эти референсы, куча черепов, он черепов там покупал, выставлял свет, фотографировал, обрабатывал в фотошопе, делал себе качественные референсы, делал, каждый день делал черепа, то есть по 20 черепов в месяц ежедневно делал, и так месяц за месяцем, год за годом, и я просто не представляю, из чего он, из каких, из чего он сделан этот чувак, как ему, блин, не скучно делать одно и то же, ну, просто по-разному, я вот тебя очень понимаю, я бы не смог, вот знаешь, если бы меня там кто-то проклял, знаешь, так на меня, пыльцой волшебный, ядовитый, и чтобы я стал делать одно и то же, я бы просто ушел из этого дела, из этого бизнеса, я бы не стал так делать, ну, в разнообразии же есть свое, это, великолепие, да, когда ты разный продукт делаешь по-разному, там, и один день не похож на другой, там, и так далее, и тому подобное, я просто не понимаю, как им это удается делать, одни и те же там цветы, или черепа, один и тот же продукт, это загадка для меня, зато к ним идут, как специалисты, вот, если это, да, да, я слышал, что, типа, надо, вот, надо, чтобы твой, например, вид, общий вид, твой инстаграм, выглядел как цельный продукт, я знаю, что это правильно, что так, что, если играть вот по этим современным правилам, так увеличатся и подписчики, и инстаграм визуально будет более гармонично и красиво выглядеть, но мне вот на это абсолютно плевать, я просто не могу через себя переступить, делать одних и тех же вот этих носатых своих, там, каких-нибудь ведьм, там, или еще чем, одно и то же не могу, мне, да, мне хочется, и Япония интересная, и это, и какой-то портрет даже какой-то интересен, почему я должен делать это? Можешь ты сказать, что твое увлечение, наверное, можно это будет корректно сказать, увлечение, ты пишешь маслом, картины, и масло позволяет выдавать такие элементы, которые невозможно сделать в татуировке, точнее, их возможно сделать, но они не будут работать, да, в татуировке, они заживут, выпадут и так далее, ты как-то вот связываешь это с тем, что тебе хочется отдохнуть от каких-то вот таких более простых, что-то вот добавлять какие-то там слезинки там или что-то? И именно по этому, ты угадал, прям в яблочко попал, именно поэтому я этим и занимаюсь, потому что я когда живописом занимаюсь, я отдыхаю от татуировки, от этих наработанных вот этих, знаешь, принципов вот этих, потому что это уже грубо скудный материал, там сильно не разойдешься. Можно, конечно, но это недолговечно и так далее, и зная, и зная, что это недолговечно, что этому портрету там, череп цветному какому-то, персиковых нежных тонов, с голубыми, нежно-голубыми бликами, что все это ограничено по сроку годности, тебе становится неинтересно это делать, потому что знаешь, что ты что-то делаешь такое, недолговечное, похоже, как-то монументальней подходить к этому, поэтому, когда рисую маслом, я просто отдыхаю от всех этих татушных принципов в работе, и потому что в живописи, в масле именно гораздо больше свободы, просто неограничена, там любая свобода, там что угодно можно делать. Ты вот один из, ты мне не продаешь картину, и характер не сахар, я когда-нибудь этого добьюсь, поэтому, люблю, это очень интересная тема, почему ты выбираешь масло? Не акрил там, не акрил. Нет, я до этого акрилом рисовал, очень много я рисовал акрилом, буквально всю свою жизнь, ну такой вот, я, акварель я никогда не любил, давно какой-то акварель. Ты размывчатая, да? Да, 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 это самое. Хотя у меня есть несколько таких, ну не любил, не любил. Акрил, это все-таки, он, во-первых, это новое изобретение, ему там 50 что ли лет, это достаточно, ну да, такой новодел. Вот, ну там свои минусы, быстро засыхает, да, покрывается, выдавленный этот, да, такой шарик, пленочка, его там постоянно надо, плохо смешиваться, лисировки им, я не знаю, как делать, ну не знаю. Масло, оно просто, если его освоить, это, я к нему долго подступался, знаешь, побаивался, подкрадывался, но когда я уже его более-менее освоил, я понял, что, типа, я столько много времени зря потратил, увлекаясь акрилом, я бы давно мог делать, вырасти в плане творческом, если бы у меня было масло, потому что как материал гораздо удобнее, приятнее, и у него более широкий спектр возможностей, чем у акрила у того же, поэтому только масло, если ты не пробовала, ты рисуешь маслом? Нет, я очень хочу, я тоже боюсь, начни, да, да, у меня сейчас эпоксидка, я все время о ней говорю, эпоксидка. Нет, начнешь, когда ты поймешь, что там можно просто брать изображение одним ловким движением сдвигать в сторону, там оно же податливое, я залипаю на твоих прямых эфирах, когда думаешь, ну как, вообще терпения хватает? Это стопроцентная такая медитация, ты когда рисуешь, ты просто где-то в нирване находишься, маслом именно. Я знаю, что ты устраиваешь вечера в Анин Дро, как-то так это называется? один раз это было, да, и что, не будете повторять? не очень, не понравилось, не будет, не очень мне понравилось, потому что слишком много отвлекающих факторов, а все-таки рисование, это как чтение, не должно быть никого в комнате, вот по моему мнению, должна быть тишина и покой, и сосредоточенность, а когда ты рисуешь, тут это самое, звон бокала, все чокаются, смеются, рассказывают истории, ты отвлекаешься, ты вроде как должен рисовать, а тебе одна история в ухо прилетела, тут другая, это не так. Может ты просто единственный, кто серьезно к этому отнесся, как рисование, а все остальные побухать пришли просто? не знаю, может быть, как вариант, может быть, но этот вряд ли я буду повторять, что-то не получилось, не зашло. Очень волнующий меня вопрос, современное искусство, я периодически задаю некоторым мастерам этот вопрос, мне просто интересно, точку зрения услышать, ты как человек, выписывающий просто блик на усики, там, не знаю, у котика, как относишься к тому, что некоторые мастера делают, например, просто какой-то там, ну, кривой рисунок, лепят, типа, татуировка, либо там на человеке, вот есть мастера, которые, знаешь, типа, имитируют какой-нибудь мазок художественный, это еще вот, ну, ну, так, а бывает прям такой, прям трэш, вообще максимальный, потому что я тлен, мое тело тлен, вся жизнь говно, мы все умрем, и вот они делают, как я к этому отношусь? Я, дело в том, что мой художественный вкус сформировался на классической, в основном русской живописи, там, то, что, грубо говоря, висит в Третьяковской галерее. Воснецов. Да, 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 и я не могу из себя вот это выдернуть, выкинуть и сказать, что все, это прошлое, это архаика, это какая-то древность там, и так далее, суциальная, и вот теперь все делаем вот это вот. Короче, если, если вкратце, то я его не считываю, я не понимаю, о чем высказывание, современное, любое, там можно, какой угодно смысл, там, где хоть башмак, на него газета правда положена, сверху яйцо треснутое, и вот считай это, что это такое. а там тебе трактат подписан. да, 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 я это не понимаю, я не против этого, кто я такой, чтобы быть против, но для себя я это вычеркиваю, для себя лично, как искусство, для меня это не искусство, я его не понимаю, не считываю, это не радует глаз, это некрасиво, это, ну, не заставляет тебя задумываться, ты просто ходишь и глаз, как говорится, мозолишь на то, на все, и не понимаешь вообще, и хочется выйти отсюда, сплюнуть вот так вот, умыться, и пойти своей дорогой, может быть, не совсем современной дорогой. Ну, расскажи тогда, что для тебя искусство, потому что многие считают, что это эмоция, вот ты увидел, даже я из вот этого вот, баночки с дымом. Извини, Лена, вот это на память пришло, мэр Нью-Йорка, Джулиани, по-моему, нет, Блумберг, это еще, Джулиани, организаторы, современной выставки современного искусства подошли и попросили площадку для того, чтобы он выдал там где-нибудь, где-то в Нью-Йорке зал под это. Он сказал, а можно взглянуть? Ему там образцы каких-то показали, ну, знаешь, как это? Он говорит, нет, пожалуй, я вам откажу. Он говорит, почему, типа, кто вы такой, чтобы, он говорит, но я не могу назвать искусством то, чего я сам могу нарисовать. Ну, типа, ну, как это так? Это как этот, я не знаю. Искусство, это то, что искусственно сделано, то, что, а вот этот башмак, яйцо и газета «Правда» сверху, это может сделать моя племянница трехлетняя вот такая. Ну, какое же это искусство? Это вот то, что чему-то долго учишься там, над чем вот корпишь, бдишь, там, приходишь в эту самую, в Тортиковскую галерею, и стоит там какая-то Екатерина вторая, да, а на ней джабо мелкой белой ниткой вышито все, и ты смотришь просто вот эту воздушность, вот это, вот это искусство, потому что не понимаешь, как это сделано, не то, что ты, ты просто не понимаешь, как это технически сделано. Вот это будоражит мой мозг, я прям офигеваю, я залипаю, я там по 10-15 минут на каких-то любимых картинах останавливаюсь, смотришь близко, все понятно, отходишь на полдна, на два метра. Ну, как это еще и тогда сделали. И это везет уже там 400 лет, и все такое же, и свет льется с полотна, и все, вот это, вот это класс. А тебе не обидно за то, что, сейчас переформулирую, я вот сейчас, ну, общаюсь с галеристами, мне интересно, как вот продаются картины, например, как это вообще все происходит, как люди, не потому что там я хочу продавать, как это массово, мне бы хотелось, чтобы там, как бы меня там отбирали, например, там для своего интерьера. круто же, мне кажется, это какая-то частичка меня, там в чужом доме, ну, то есть, что-то в этом есть. Главное, что сейчас нужно для того, что тебя взяли в галерею, иметь посыл. Вот банан, приклеенный к стене, не важно, что ты умеешь технически, типа, если ты умеешь технически делать, вот это вот, прорисовывать кружево, ну, да, ты техник крутой. Точно так же многие относятся к мастерам татуировки, то, что, делать хорошо, там, прокрас, гораздо, в принципе, ты тоже права. эмоция типо ценнее. Должен быть какой-то там смысл, а не набор красивостей, да, вот каких-то. То есть, нужен этот баланс, получается, между смыслом и техникой, так я для себя вижу, потому что для меня, конечно, я тоже, воспитанный на Вознецове и Белибине, как-то не воспринимаю вот это вот. Хотя, есть пожелание на канале, чтобы мы приглашали и таких людей, выслушать их точку зрения, почему они считают, что полоса посреди лица это концептуально. Ну да, я просто для себя этот вопрос закрыл, когда я тоже размышлял, я думал, у меня раздался комплекс, что я какой-то тупой, что я не считываю, что высокий язык искусства мне просто недоступен, что мой предел это там книжки дошкольного какого-то этого. Ну, понимаешь, и это рождает, потому что, когда там смотришь или слушаешь каких-то там в Ютьюбе какие-то лектории, слушаешь лекции про это, там рассказывают, что черный квадрат это манифест Малевича о том, что закончилось искусство прежнее и искусство новое. А я не вижу в этом манифеста, я вижу черный квадрат и все. Я его так же могу. Ну вот, понимаешь, вот это все. Я для себя закрыл, потому что, что я буду разбираться, если у меня не получается выяснить для себя хоть что это такое. Поэтому для меня это не существует. Я в старых своих представлениях пожалуй, останусь. Мне комфортно там. Любимый вопрос всех посетителей супермаркетов, когда тебя видят с татуировками, ну и условно, что ты будешь делать в старости. К вопросу о нашей этой теме. Есть вечное искусство, ну как мне кажется, тот же Воснецов, не знаю, Гоя, кто еще, ну ты понимаешь, что это классика. есть современное искусство, которое по одной из версий продается для отмывания бабок. Ну, на самом деле. Как вариант. Мы с этим искусством на себе живем всю жизнь. Желательно, немножко дольше, пока там лежим, разлагаемся. Вопрос. Стоит ли на себя наносить все-таки вот это очень концептуальное что-то, которое понятно только в данный момент в определенной ситуации? Не знаю, каждый для себя сам решает. Лично я на себе ничего, то, что, как говорится, в тренде наносить не буду. Вот тебе пример. Помнишь, как было время, когда все подряд делали трэш-польку? И весь интернет был забит трэш-полькой. Черепа, точки, газетные статьи, какие-то обрывки. Где сейчас этот трэш-поль? Я не знаю, может быть остались гуру-мастера, которые до сих пор это делают, у них свой стабильный поток клиентов, но просто в тату бог знает откуда, задувает ветер и появляются какие-то трендовые вещи. Люди там бегут колоться по этому, проходят три месяца, все проекты забывают. Или кристаллы. В каждую лисью голову вставляли кристаллы. Или там жемчуг, везде на всех оленей рогах висел жемчуг, кристаллы, жемчуг, вот это все. Или совы. Эти совы все этими совами. Помнишь такой пример? Конечно. Все началось на жопниках. Ну да, у этого все есть как времено. Я не говорю, что надо на себе настолько библейскую классику колоть, извиняюсь, библейскую классику колоть, чтобы с вечным сюжетом на себе ходить. Нет, ну просто лично я не буду делать для себя то, что мне нравится, а не то, что модно. Это точно, абсолютно. Вот, кстати, есть помимо каких-то узнаваемых сюжетов, есть узнаваемое место вот эти напопники, были, помнишь, круглые ляжки какой-то был там 2010-й, то есть по вот таким вот узнаваемым татировкам мы можем определить примерно в каком году это было сделано. Как обычному человеку не вписаться в эту историю, потому что до сих пор люди приходят с крылышком и с этими птичками, которые вылетают и очень удивляются, когда мы говорим, что я не буду делать, потому что просто миллион человек. Лен, я думаю, что кто-то хочет вписаться, не то, что как не вписаться. Есть, я уверен, что много людей, которые хотят трендовые татуировки, чтобы, не знаю, там где-нибудь в клубе на вечеринке или где-нибудь на пляже светануть тем, что я ношу на себе модное, актуальное, там, не знаю, то есть тут не застрахуешься. Не знаю, каждый по своему вкусу делает. Некоторые же приходят, делают там надписи на латыни до сих пор на себе, мне кажется, когда это же самое банальное из всего, что можно придумать, надпись на латыни. Ее легко закрывать потом. Просто, знаешь, говорит о чем-нибудь его подстрочный смысл такой, я хочу сделать на себе татуировку, чтобы быть модным, но я не знаю, что сделать, поэтому сделаю я момента моря. И поэтому разговариваете с мастерами, ты ведешь беседу? Я вот всегда за то, что если человек пришел, поговори с ним, он очень часто не понимает, что он хочет. Это же, грубо говоря, выгодно тебе направить человека не то, что сделать по-своему, я вообще, как бы, если бы мне сказали, знаешь, как обычно пишут, я готов вам предоставить часть своего тела, реализуйте любую свою фантазию, а у меня ее нету, я никогда не был, у меня нет такой, знаешь, типа работа мечты, это вообще не про меня, и я люблю работать с чужих идей, потому что меня, может быть, и не занесет никогда в те дали, которые мне предложит клиент в качестве идеи, он самого, поэтому мне интересно, это новые горизонты, он скажет, вот сделай мне японский рукав, но чтобы были зимородки, я такой, офигеть, вот это челлендж, нарисовать, придумать, продумать, а так, что у меня нет никаких идей, я же не буду каких-то носатых виден, как ты их направляешь? Разговор, я не, я цепляюсь, там есть какие-то такие крючки, вот человек там, просто, что вам нравится, во-первых, я с сырыми людьми, о котором поговорить нечего, что есть, я приду на консультацию, а у вас есть какие-то зарубки, идеи, нет, нету, но тогда вы рановато, вы все-таки определитесь, потому что я работаю по следующей простой схеме, ваша идея, моя реализация, именно так, я не реализую свои идеи на вас, я реализую ваши идеи, в этом-то и весь прикол, что вы, как бы, ваше высказывание, но в моей оболочке такой, совместно, да, вот они приходят и начинают, ну, мне нравится, например, там, не знаю, там, ну, я не знаю, условно, там, кошачьи, вот мне нравятся крупные кошки, там, в какую среду его поместить, так, чтобы это по духу совпадало, то есть, не поместишь тигра там в какие-нибудь эти, под воду, там, или не знаю, должен быть бамбук или там лист пальмы какой-то, что-то по духу соответствующее среде обитания, ну и вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот вот так вот. Тут вот распутывалось свой клубок, то есть, ага, это нравится-нравится, это выкидываем, там, если человек говорит, А можно где-то черно-белого тигра, но глаза голубые? Нет, лучше так не делать. Либо все цветное, либо все черно-белое. Ну, вот по своему вкусу там. Вот, и вот так вот, да. И, как правило, если удачно прошел разговор, если мы друг друга услышали и поняли, то человек встает, жмет руку и выходит из студии, имея уже запись на сеанс. Или на дедлайн по эскизу хотя бы. Хорошо, а куда ты советуешь посмотреть? Людям помимо фото, вот как мы говорили, Берку, ты хочешь Берку, там, смотри, может быть, какие-то иллюстрации, какие-то книги, какие-то художники. Ну, самое простое, просто понять, не понять, а для себя вот шкалу, что я люблю, вот что я люблю. Какие я люблю музыку, что я больше всего люблю. Кто-то любит музыку, кто-то любит кино, кто-то любит путешествия. И исходя из своих каких-то любителей, это же как бы возможность высказать миру о том, кто ты такой, татуировка, да. И исходя из этого, просто уже придумывать дальше сюжеты. Главное, начать вот понять, что тебе близко, а не просто какие-то абстрактные надписи на латыни. Тоже мне это, знаешь, как вот, или надписи на английском. Он сам по-английски только fuck you знает, но зато высказывается миру на английском. Почему? Мне тоже всегда это как-то коробило. Я два года проработал в Америке, я не видел ни одного американца, который бы на русском себе надписи делать. Чего-то какой-то у нас национальный вот этот комплекс неполноценности есть. Уже хочется к американцам поближе. Да. Зачем? Хорошо, а давай тогда посоветуем татуировщикам, может быть, какие-то книги. У меня постоянно спрашивают, Лена, что читать? А, татуировщикам книги? Я, честно говоря, не силён, потому что я по другой тропинке бегаю. Я вот как говорил, если я гуглю, я не гуглю там тату орла, я просто там беркутый смотрю. Точно так же, и я смотрю художественные, ну, листаю книжки, покупаю книжки, здесь картины, иллюстрации, там, тот же журнал «Спектрум», например, я недавно о нём в прямом эфире говорил. Вот это лучше современный журнал, про фэнтези всякие, не только фэнтези, там драконы, там любая тема, сай-фай, реалистичные портреты. А может быть, какие-то такие, типа маленькие энциклопедии? Вот мне Кузьмич посоветовал рисунок тушью и пером лет 10 назад, просто идеальная книга для того, что я делаю. Да, да, ну, всё-таки, конечно, надо смотреть то, потому что сам тату-мир и гуру, который в нём есть, там, всего-то, на самом деле, не так много, несколько, там, десятков человек. Они сами рождают новые смыслы, точно так же, как и художники. Просто их надо знать и за ними тоже смотреть, но смотреть всё подряд, там, на бесчисленную армию цветных реалистов, там, или вот это всё. Это, мне кажется, так тоже, глаза мозолить, да, можно там удивляться яркости или таланту фотошопщика, или ещё что-нибудь такое. Но лучше не идти по этому пути, лучше, как бы, вдохновляться картинами, современными каким-то, не татуировками, а потом просто брать это вдохновение, этот импульс и приносить его в свои дизайны. Вот этот вот путь, мне кажется, он лучше, изобретательнее, чем... потому что, вот я, например, очень, так сказать, если я буду смотреть на любимых каких-то татуировщиков, хочешь, не хочешь, я буду их копировать, потому что это закладывается и оказывает влияние, и потом... А я так не хочу, я не хочу, там, знаешь, повторять, там, кого-нибудь, кого бы то ни было, хочу, хоть и, может быть, да, несовершенные, корявенькие, и так далее, но свой продукт, я не хочу, там, как кого-то там вторить. Ну вот ты не смотришь на татуировщиков, а были за последнее время кто-то, кто тебя реально поразил? Такой думаешь, о, нифига себе, новый кто-то. Конечно, это всегда... Собинаем плохо у меня, я запоминаю картинку, не запоминаю, кто ее автор. Нет, я не вспомню, недавно мне мой клиент прислал, это, кстати, тоже татуировщик, американец какой-то, у которого 7 тысяч подписчиков, кстати, тоже парадокс. И он мне прислал, говорит, вот, похож на твой стиль. И я такой, опа, прям моментально, бабамс. Я открыл, стал листать, и смотрю, ну это, как я уже говорил, лучшая версия меня, или я через 20 лет. Но если вдруг ты найдешь этот скрин, ты потом можешь не помню, какой-то там Джозеф Уолкер, не знаю, какой-то, да. Вот прям поразил, я залип, посмотрел, взгрустнулась. Ну как обычная гамма. Ну как обычно. Ты такой думаешь, все, я ничтожество, а потом берешь, с новыми силами что-то начинаешь тронять. Я, кстати, очень люблю из-за этого поунижаться, посмотреть на выставке. Без этих пинков, если, знаешь, если вот купа, кстати, вот мы тоже, если вернуться ненадолго к теме, ты говоришь, почему вот некоторые там не растут, мастера старые, а остались на прежнем, или даже чуть-чуть деградировали. А потому что среда, она как бы, ну как говорится, свита делает короля, да. Среда, вот у нее есть 10-15 преданных клиентов, его мама, его братья, которые говорят там, Петь, ты талант, просто не смотри, ты не завидуй, ты никто так не сделает, как ты, ты просто, и, а это, вот эта вот лесть топорная, она не то, что, как говорится, на неокрепшие умы, она на любые умы действует эта лесть, да, ты начинаешь со временем просто вот верить, что да, да, и все, ты в ловушке, ты в костюме. Поэтому надо путешествовать, приезжаешь в Лувр, идешь, думаешь, боже, какое я ничтожество, зачем я вообще живу, и как-то обязательно вдохновляешься. Начинаешь вдохновляться. Нельзя один раз вдохновиться и успокоиться на всю жизнь, это постоянно, это работа. Постоянно, постоянно, постоянно новое, что-то планка повышается постоянно, и это, конечно, без этого никак нельзя. Хорошо, у тебя есть какие-то любимые, будем закругляться, любимые стили, может быть, татуировок, потому что я все думала, как же назвать то, в чем ты работаешь, это что, мифический new school, ну, тоже не new school вроде, как это, даже невозможно назвать. А я даже никогда сам не думал, какое бы название придумать, ну, просто, зачем, потому что это все нестабильно же, сегодня так, я там смотрю, двугодичные, давности свои какие-то рисовашки, они другие совсем, там, даже стилистически, там, другой человек как будто рисовал, ну, так, вот, поэтому назначать какое-то название этому, и везде его впихивать, я не хочу, не знаю, а любимый стиль, это мне нравится в Японии, потому что в Японии есть все, что это такая, концентрат всех прелестей в татуировке есть в Японии. А ты не только про классику говоришь, но и, например, там, Нео Япония, правильно? Да, да, даже больше не Нео Япония, классика, она все-таки такая уж совсем, как наскальная живопись, прям плоская, и так далее, вот, потом нравится Art No War, вот то, что Альфонс Муха и его последовательности делают. Лалик, мой любимый, ювелир. Я не знаю, к сожалению. Блин, это фантастика просто. Надо загуглить. Вот, ну, вот, такие вот, это базовые вещи, они мне всегда нравятся в любых своих проявлениях, вот, и, ну, и графика, то, что ты делаешь, мне нравится, мне нравятся вот любые длинные, линейные дизайны, вот, и комбинирование вот этого всего, я всегда стараюсь это все комбинировать как-то, или делать реалистичное изображение, но, скажем, ну, там, не знаю, там портрет девушки или русалки, а чешуя или ее волосы, это уже немножко в декор как-то, чтобы уходило, не просто вот волосы мокрые, как они есть, а что-то такое. Ну, вот такие вещи, да, мне больше всего нравится в тату именно. В художестве вообще не это, ну, в живописи вообще все это не нравится. в живописи наоборот, мне нравится, чтобы объект он растворялся в пространстве, не было четких линий, ну, но другие правила, другие правила. Сегодня 27 декабря, мы с тобой встречаемся под Новый год. Сейчас такое время, когда надо как-то переосмыслить прошлое, наверное, и вступить в новое будущее. Может быть, Даш, какой-то совет мастерам, которые все равно будут смотреть этот выпуск, нашим клиентам, которые только собираются делать татуировки, у нас получаются выпуски не только про татуировку, но и про философию жизни. Что тебе есть сказать? Посыл какой, поколению дашь? Это как бы это накладывает. Не, ну, я скажу просто, не делайте спонтанных и быстрых решений вообще ни в чем. Не только там в выборе татуировки и так далее. Все взвесьте, обдумайте. Вот если я поддавался всем своим хотелкам, как бы я хотел одно, другое, там, пятое, если бы я всем поддавался, я бы был весь, 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 просто на живом месте не осталось. Слава Богу, что как-то хладнокровие берет над собой вверх. Поэтому при выборе татуировки обязательно 20 раз подумайте. Это все-таки, как ни крути, это ответственное решение. Это останется с вами на всю жизнь. И даже чуть дольше, как говорится. Вот. А мастерам, начинающим мастерам, просто старайтесь каждый день рисовать, превратите себя в ходячий блокнотик. Держите блокнотик в рюкзаке и карандашик. Если ты начинающий, просто потом этого не так надо. Все уже когда усвоилось, оно уже само работает. Ну просто если ты начинаешь, постоянно рисуй что-нибудь, что-нибудь рисуй. И быстрый скетч, не надо рисовать глазик, бусинка и блестящий, реалистичный, надо рисовать. Вообще-то общее, крупное, но выразительное, чтобы имело душу. Ну там, знаешь, как сгорбленного человека, идущего под дождем с зонтиком. И чтобы было понятно, что ему холодно, что дождь идет, что ветер дует. Вот такие вещи. Наверное, это те самые эмоции, которые цепляют. Да, да, да. Ну вот, я не знаю, может, сумбурно получилось, но больше мне пока в голову ничего не пришло путного. Вот такой самурайский совет мы получили как напутствие. Я полностью поддерживаю всегда за то, что рисовать надо каждый день по чуть-чуть, и тогда это войдет в привычку, и вам будет проще жить. И это устаканивает бурный нрав порой. С вами была Елена Баски, Олег Турянский. Всем спасибо. Все ссылки мы оставим. Да, наверное, выйдет чуть-чуть попозже Нового года, но уже с наступившим. Не забывайте задавать свои вопросы, если они остались у вас. Буду спрашивать у тебя непосредственно, будем комментировать. Ну, и всем пока. Спасибо.